Привет, мои хорошие! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу пригласить вас к себе на день рождения и показать вам, как я готовилась к этому дню и вместе со мной его провести. Начала я подготовку к своему празднику накануне. Я сходила к своему мастеру по маникюру, сделала свежие ноготочки, провела у нее замечательное время. В этот раз мне захотелось чего-то яркого, и я выбрала насыщенный красный цвет. Очень люблю этот цвет маникюра. Для меня он олицетворяет такую настоящую женственность, роскошность, элегантность. Очень мне нравится этот цвет на ногтях, в принципе, в любое время года. После маникюра я отправилась еще к своему любимому косметологу и решила порадовать себя каким-то уходом на усмотрение своего мастера, чтобы она посмотрела состояние моей кожи и что-то подобрала. И в салоне я провела, наверное, часа два. Мне даже сложно сказать, сколько точно времени, потому что я просто максимально сильно расслабилась, поспала, получила огромное удовольствие от ароматерапии. Это практически была процедура спа, ухода за лицом, и очищение, и увлажнение, и питание, и тонизирование на косметике. И енком мы работали в этот раз, это было потрясающе. Девочки, я очень рекомендую всем себя любить, ценить, делать себе подобные подарки. Тем более, что даже если у вас сейчас нет дня рождения, скоро у всех нас будет 8 марта, попросите ваших близких, ваших мужей, молодых людей сделать вам именно такой подарок, подарить вам уход за собой, потому что это невероятно заряжает, это дает чувство какого-то полного перерождения. Я очень рекомендую такой вариант проведения времени наедине с самой собой, это просто незабываемо. Ну а сам день у меня начался, в принципе, достаточно стандартно. Утром я проснулась, проводила своих домашних по делам, потом еще немножечко доспала, и начала собираться, просыпаться. Мне не хотелось в этот день проводить утро как обычно, то есть просто позавтракать дома и начать заниматься какими-то делами. Я хотела провести его наедине с самой собой, но сделать это как-то особенное. Я решила, что после того, как я умоюсь, я свожу себя на завтрак, приглашу саму себя на свидание. За окном, к счастью, стояла просто замечательная солнечная погода. На самом деле весеннее, даже а не зимнее, это дополнительно улучшало настроение. Но в любом случае, традиционно свое утро я начала с умывания, с того, что привела себя в порядок. Умываюсь я легкой пенкой очищающей, которая очень бережно очищает кожу, не пересушивает ее. Затем я наношу тоник, протираю лицо тоником. И после этого уже наношу крем для лица, который питает, который защищает его в холодное время года. Это абсолютно необходимо. И, конечно, не забываем про крем под глаза. Это тоже мой must-have. Каждый день, два раза в день. Также с утра я выпиваю всегда стакан воды. Обычно это стакан теплой воды, а не комнатной температуры. То есть я воду слегка подогреваю. Она лучше пробуждает наш организм и пищеварительную систему. И мы чувствуем себя лучше. И после этого я уже собралась и отправилась, собственно, в кофейню. У меня недалеко от дома есть замечательная кофейня. Очень стильная, очень современная, с замечательными ребятами, которые там работают. И я решила выпить кофе, заказать себе свой любимый бейгл, который называется «Маленькая Грузия», потому что в нем идут баклажаны, грецкий орех, чесночок. Мой любимый чесночок даже с утра прекрасен. Мой любимый капучино. Этот день я хотела провести максимально в удовольствии для самой себя. Я думаю, что многие девочки, кто смотрит меня, у кого есть семьи, мужья, дети, вы понимаете, вы знаете, что мы очень большую часть своей жизни проводим, создавая удовольствие и радость для наших родных и близких, для очень важных для нас людей. Но не менее важный для нас человек – это мы сами. И очень важно радовать себя самих. Не воспринимайте это как какой-то нездоровый эгоизм, наоборот. Нужно любить себя, уметь заряжать саму себя, знать, что нравится именно тебе, что делает тебя по-особенному счастливой, чтобы потом были силы заряжать всю свою семью радостью, радостью, любовью и счастьем. Я почитала, я прекрасно поела, любовалась солнышком за окном, наслаждалась просто временем наедине с самой собой в тишине. Несмотря на шум кофейни, для меня это была тишина. И мне было очень хорошо. Потом я прошлась по магазинам, купила небольшой тортик на вечер, вернулась домой, приняла душ и сделала себе масочку для лица, которую я очень люблю, я вам ее уже несколько раз хвалила. Это Айзенберг маска Золушки, я бы так ее назвала, которая подтягивает, улучшает цвет лица, делает кожу какую-то просто как после двухнедельного отпуска и еще и каких-то салонных процедур. У вас лицо просто отдохнувшее, как будто вы спали 12 часов. Сделав маску, я отправилась оформлять себе подарок. Да, я делаю подарки себе тоже. И в этот раз это был подарок и не только мне от себя, но еще и от моих членов семьи. Я выбрала для себя уже достаточно давно определенную сумку. Мне очень ее хотелось. Это сумка бренда Dansland. И я ее пока что еще жду на время записи этого видео, но потом обязательно покажу вам ее, когда она мне придет. Я действительно ее очень хочу, влюбилась в этот дизайн. Он очень современный, но при этом он для меня еще и классический. Необычные, неординарные формы сочетаются с какими-то очень простыми чистыми линиями. Я выбрала ее в белом цвете. Я очень ее жду и обязательно потом с вами поделюсь. После этого я дома уже решила приготовить себе вкуснейший обед. Купила накануне Бурату. Это такой сорт сыра, который продается не в каждом далеко магазине. И в целом его немножко сложно найти, но у нас он есть в фермерских магазинах. Я решила сделать себе такой салат со свежей зеленью. В основном это рукколы, немножко салата Родикио. И вот это вот замечательное Бурата. Большой мешочек сыра, который я дополнила ломтиками слабосоленой семги. Слегка полила буквально капелькой оливкового масла. И все это чуть-чуть посолила, добавила перца. И это было истинное наслаждение девочки. Если в вашем городе вы найдете этот сыр, обязательно побалуйте себя. Сделайте себе такой приятный обед, либо ужин. Это фантастически вкусно и сытно. И вечером мы уже отправились с моей семьей, с моими родными, родителями мужа. На ужин в небольшом нашем семейном кругу, в ресторан, в новосибирске замечательное заведение. Называется Жан Хуан Лу, если вы живете здесь и там еще не бывали, я очень рекомендую туда сходить. Там очень интересный формат кухни. Очень вкусная сама по себе кухня, то есть прекрасные блюда и замечательное обслуживание. Я там бывала уже несколько раз и прошлый свой день рождения тоже отмечала в этом заведении. Это о многом говорит. Мне действительно там очень нравится. Мы покушали, замечательно провели время, веселились, смеялись. И это был один из самых спокойных и гармоничных дней рождений в моей жизни за последние несколько лет. Я очень рада, что вы смогли заглянуть ко мне, что мне удалось снять такое видео с настроением этого дня. Надеюсь, что вам было интересно, что вы вдохновились. Может быть, какие-то мысли себе в копилочку отложили. И тоже следующий свой день рождения, который у вас будет, проведете с максимальным удовольствием для себя. Никуда не спеша, не готовя тысячу блюд, а просто сделаете себе приятно. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. До скорых встреч. Пока. Пока.